Друзья, всем привет! Сегодня мы возвращаемся к старому формату. Лайк, если вам нравится старый формат. И поговорим мы сегодня об очках. Об очках Skyzone. Все так же обсуждаем третий Skyzone на матрицах с OLED технологией. И кроме того, я бы хотел рассказать о новом сервисе, который мы для вас сделали. Мне постоянно пишут люди, спрашивают, а подскажи, где взять купон на это, где взять купон на то. Можно какие-то готовые копты, есть классные купончики, на регуляторы купончики и так далее. Все теперь есть. Теперь все готово. Я сделал небольшую группу ВКонтакте. Вот так вот она выглядит, друзья. Заглядывайте в нее. Там я буду кидать свои подборочки с купончиками. Там есть вся информация, откуда до куда она действует, сколько там была цена, сколько сейчас стала цена. Кроме того, также мы сделали репост всего этого дела в Телеграм. Если вы активно пользуетесь Телеграма, и, соответственно, есть такой же канал в Телеграме. И если вас заинтересует этот сервис, обязательно заглядывайте по ссылочкам в описании. Очками я уже пользуюсь активно месяц. И за месяц они мне все так же не разочаровывают. Очень классные, серьезно, такие приятные очки. Понятное дело, не цифра. Но цифру пока еще в массы вводить слишком рано. Она слишком сырая. Но для аналога я пока лучше ничего не видел. Еще посмотрим, как будет Орка. Первонаперво я хотел бы показать вам тест, как выглядят матрицы вживую. То есть я подставлял камеру к окулярам, и там будет сразу вид, например, различной яркости, различной цветопередачи, в угле обзора и так далее. По самим очкам могу сказать, что меня все в них сейчас устраивает. То есть они хорошо собраны, симпатично, но мне нравится, как они выглядят. Очень удобно с кнопочкой. То есть вот сюда я поставил сейчас кабель, который я вывел вот так вот. И вот здесь вот у меня вставляется любой аккумулятор от 2 до 6С. И я даже не парюсь. То есть я включил любой аккумулятор, нажал и работает. Также потом, когда закончил, так закрутил, положил в рюкзак и все. Я даже не парюсь. Что там с этими очками? Также я поставил сюда флешку на 64 гигабайта на DVR-ку. И там ее, наверное, на годы хватит записывать все эти видосы. Хотя DVR-ка тоже, опять же, самая качественная, которую я видел вообще в очках. По сравнению с другими очками, которые у меня были, которые были на тесте, да, это, конечно же, совсем другой уровень. Очень приятно работает, хотя не 60 FPS, например. Но, тем не менее, вполне себе ничего. Теперь давайте, ну, посмотрим на тесты. Так, сейчас записываем подшарки на GoPro. Все настройки у нас вручную вбиты. То есть смотрим вот реально, как выглядит картинка. Теперь, значит, в Skyzone смотрим, как будет у них картиночка. Вот он. Во-первых, про эти ореолы вокруг объектов. На футшарах их меньше чуть-чуть видно, потому что там картинка чуть-чуть такая, более мягкая. Меньше разрешения у него, на ней меньше видно. На самом деле, камера выдает вот такой сигнал, как на Skyzone, плюс-минус. Как видно, у Skyzone настройка немножечко другая. Отличается мониторов. Мониторы более контрастные. Цвета менее насыщенные, поскольку я немножко убавил насыщенность. Картинка более рябая, более четкая. В то время, как у футшарк, ну, кто-то говорит, пикселей не видно. Ну, да, на самом деле, не видно их пикселей на самом деле. Ну, просто все какое-то немножко в мыле, поэтому ничего там и не видно, никаких пикселей. У Skyzone видно реально каждый пиксель, который выходит с камеры. И картинка приходит реально ничуть не хуже, чем какой-нибудь HD-Link. Посмотрите на количество картинки. Там действительно огромное разрешение у объектов. И по такой картинке очень классно и приятно летать. Футшарковская картинка, конечно, более смягченная, более мягкая и немножко перенасыщенная. Немножко проанализируем сигнал. Конечно, хилерс не самый дорогой наварочный приемник на футшарке. Есть чуть как получше. Но в целом я могу сказать, что Skyzone немножечко выше него по уровню сигнала. То есть они его зачастую принимают либо так же, либо чуть-чуть чище. Понятно, футшарковские приемники сейчас все там с какой-то супер хитрой фичей, типа, маскируют помехи под цветной шум. Но на самом деле это не делает картинку чище. Она все такая же шумная. Просто шум на Skyzone, например, он просто черно-белый, да, как он должен быть. А на футшарке его маскируют под цветные какие-то разводы. Они, может быть, меньше чуть-чуть заметны в картинке, но они точно так же присутствуют, либо даже их больше. Ну а теперь немножко поговорим о ДВРке. Сразу видно, что на футшарках насколько менее четкие шрифты. И кроме того, на голубом небе видно разводы, потому что пиксели идут и цвета немножко делятся на различные оттенки. Вообще, современные коды, которые используются в Skyzone, он гораздо современнее. Он гораздо лучше поработает именно с аналоговой картинкой, когда вот сейчас это перепадает цветов, перепады яркости изображения. Гораздо больше информации сохраняет, меньше полутонов видно и картинка в целом более детализирована. Вот когда в спокойном полете сразу видно, особенно увеличенная версия, насколько больше деталей сохраняет ДВРка от Skyzone. На ней гораздо меньше помех, в ней нет какого-то такого мелкого цветного песочка, какого-то шума неприятного. Возможно, это идет с приемника, возможно, с ДВРки. В целом, можно сказать, что ДВРка от Skyzone более четкая, в ней больше разрешения, стабильнее фреймрейт, больше деталей видно и меньше шума. Жутко раздражает, что ДВРки от Фотшарк очень много, прям очень много пропускает кадров. Если вы будете записывать, например, это все дело с GoPro вместе накладывать, у вас они практически никогда не сходятся по времени, там где-то надо что-то подрезать, подкручивать, перемещать и так далее. Вот вопию еще пример, например, сейчас наверху у нас Skyzone, 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 вот здесь вот дырка, которую я сделал, чтобы потом она начала совпадать. Посмотрите. И получается, у нас вот уже коптер, на самом деле, здесь летит, одечно только возле дерева. Видео. Если вы летаете, у вас стабильный сигнал, наверное, таких проблем меньше. Но если у вас появляется мелкая какая-то рябь в картинке, реально ДВРка скачет напрямую. Вот посмотрите внимательно еще раз на левую картинку. Хоп-хоп-хоп. И она, коптер телепортируется. Суть в том, что вот здесь вот между всем этим делом потерялась, ну, секунда ровно, потерялась плюс-минус, да. Это примерно 25 кадров. Здесь всего 8 секунд. То есть, из вот этих 8 секунд потерялась от 10 до 15 процентов. Если вот так вот считать, это что-то, ну, очень много. Кроме того, слезно просили сравнить ДВРку внутри Skyzone с недавно показанной мной ДВРка от FXT, которая снимает 60-50 FPS в секунду. То есть, экшн-картинка выглядит гораздо лучше. И вот сейчас, конечно, выглядит она реально козырно. Действительно классная картинка, чуть более насыщенная, чем на Skyzone. Единственная проблема вот этой вот ДВРки от FXT, то, что у нее немножко ниже битрейт. Вот у нее, например, трава на быстрых пролетах реально в кашу сваливается. У Skyzone такого нет, хотя, ну, это 30 FPS. Во-первых, 30 FPS, во-вторых, гораздо больше битрейт. Получается, на кадр там чуть ли не в 2,5 раза больше информации уходит на ДВРки в Skyzone. А на FXT, ДВРки, во-первых, и битрейт сам меньше, во-вторых, и кадров в 2 раза больше. Поэтому, ну, так оно и выходит. Ну, а на самом деле на этом все, друзья. Мы закончили с обзором, с сравнением. Я больше никаких видосов по Skyzone делать не буду. Я думаю, вы поняли мою позицию. Напомню, что очки мне, опять же, никто не дарил. Я их взял абсолютно за свои деньги. И я не дурак, чтобы покупать очки, которые стоят примерно столько же, те же самые 400 долларов, но имеют в 2 раза меньше функционал. Но я выбрал то, что мне понравилось. Вам выбирать уже самим, что вам нравится, что вам интересно, какие очки вам нужны, что вы хотите, чтобы у вас было на носу и так далее. Решать уже вам, друзья. А я свой выбор сделал. Если понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Обязательно подписывайтесь на нашу новую группу с купончиками, с распродажами, со всякими делами. Ну, а на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok